Здравствуйте, я Лилия Игликова. О том, как власть реагирует на вызовы времени, говорим с политиком-экономистом Петром Свойком. Петр Владимирович, здравствуйте. Добрый день. Новость сегодняшнего дня. Полиция Алматы обвинила пытавшихся встретиться с Акимом города Баружаном Байбеком активистов в нарушении правопорядка. Как утверждают правозащитники, кого-то выволокли полицейские прямо из зала, в котором должна была проходить встреча, кого-то предупредили еще накануне. Вчера о том, что некоторым приходить бы на встречу не следовало. Вообще, мне кажется, нет полного взаимопонимания между властью и народом. Есть еще люди, которые искренне верят в то, что на встречу с Акимом города Алматы могут прийти многодетные матери или другие представители социально уязвимых слоев населения или гражданские активисты рассказать о своих проблемах и получить какой-то внятный, обнадеживающий ответ. Власти ведут себя совершенно адекватно, в частности от Акима Алматы. Сейчас переходное время. На днях Конституционный совет разрешил президенту подавать в отставку. Все ждут, вот когда это начнет реализовываться, с очень большим напряжением ждут, а власти с двойным напряжением ждут. Там должно быть без сучка и без задоринки. Никаких конфликтов, никаких разбирательств на встрече Акима с народом не должно быть. Все должно быть абсолютно идеально. Но я, правда, хочу сказать, что это ожидание, по всей видимости, затянется. Вот сейчас все продвинутые аналитики ждут неких судьбоносных решений от съезда партии Нур-Атан, который 27-го числа будет. Вот. Они считают, что и об отставке там президент скажет, и своего преемника назовет и так далее. Я думаю, что это, ну, скажем так, маловероятно. Вообще, сам по себе принцип индивидуального персонального управления предполагает величие этой фигуры, ее возвышение над некими нашими предположениями, знаниями. Он знает более и глядит далее. Вот. И такой лидер никаким образом не должен делать то, чего от него ждут. Это первое. Второе. Торопиться вообще и не надо. Ну, если со здоровьем все в порядке, а тут вроде, дай бог. Сейчас повестка этого года — это решение вопросов с Белоруссией и Россией. Как там? Путин с Лукашенко уже явно договорились, но ничего не объявляют. То есть, отдают, видимо, на дальнейшую проработку. То есть, какое-то время будет. Выборы на Украине, и главное, даже не президентские, а парламентские. Потому что, по всей вероятности, президент будет из одного политического блока, а парламентское большинство сформирует другой политический блок. И там начнется бойга еще почище. А Казахстан, он номер, в этом смысле, номер три. Конечно, Москве желательно было бы поменять сильного, авторитетного лидера на какого-нибудь поновее и послабее. Вот. Но это тоже не горит. Вот. Казахстан никуда не денется. Сначала с теми упорядочениями, потом с нами. Вот. В любом случае, власть вот вытянулась в струнку и ждет этих совершений гораздо больше, чем мы с вами ждем. Поэтому Аким и встречается с теми, кто будет ему рукоплескать, а не теми, кто будет задавать вредные вопросы. Но, тем не менее, Деория Набаев согласился прийти на митинг и обсудить все насущные вопросы с журналистами, а именно вопросы о новых правилах аккредитации для журналистов. В Куларах он объяснил необходимость введения новых правил тем, что журналисты входят без разрешения в кабинеты к чиновникам и нарушают процесс работы. На самом деле, мне кажется, ответ нужно искать в другом месте. Он прозвучал несколько ранее. Мы помним разговоры о том, что власти не хотят видеть много негатива в средствах массовой информации. И уже похоже, что один только Хабар не справляется с поставленной задачей. Ну, тоже все очень адекватно. Ну, во-первых, министр информации, конечно, не может не встречаться с работниками информационной отрасли иначе. Но понятно, что у министра задача не развивать всячески свободу и разномнение этих самых СМИ, а строго регулировать это дело. Ну, типа мягко, типа интеллигентно, правовыми рычагами, но обязательно строго регулировать. Понятно, что там не больше 30% отрицательного контента, а остальное все такая хабаровизация, это несколько уже из анекдотов. Но, тем не менее, слова ж такие были произнесены, значит, кто-то об этом думает. Вот. Тут я вот скажу еще одну такую ключевую вещь, которую надо хорошо понимать. Мы сейчас с вами живем в таком переходном периоде, когда у власти совершенно одни задачи, и их надо просто хорошо знать, какие они. А у страны, у народа другие. Вот. Дистанция между этими, я бы даже так сформулировал. То есть Казахстан – это наша общая страна. Но государственность, власть, она не наша, скажем так. Она решает другие задачи. И в частности, она решает задачи такой вывозной экономики, экспортно-сырьевой экономики, экономика, которая финансируется снаружи, инвестируется снаружи, кредитуется снаружи, и имеет отток не только сырья, но и денег за рубеж. Вот. И в такую вывозную модель вставлена и наша власть. Она в этом смысле хоть и казахская, но компрадорская. И эта власть по-своему логична, но для, так сказать, иностранных инвесторов. На кого она работает? Она работает на иностранных инвесторов. Работает ли она на нормального сельского казаха? Нет, не работает. Работает ли она на городское население? Нет. Она пытается что-то делать, но на самом деле она от этого не зависит. Она боится только, чтобы не было возмущений, бунтов, каких-то раскачек. А в принципе, она от этого не зависит. Вот. То есть государственность у нас не наша. Страна, да, наша. И вот тот же министр информации, он должен работать на то, чтобы с информацией все было в порядке. Это его служебная обязанность. Об оттоке молодежи вы должны были тоже бы упомянуть, но как-то упустили из поля своего зрения. По поводу отъезда молодежи из страны, министр общественного развития Дархан Калитаев заметил, что сейчас очень много говорится и особого трагизма мы не должны испытывать. По этому поводу. А мне кажется, что особый трагизм мы должны испытывать именно от того, что это говорит министр, от которого зависит в некоторой степени и политика, внутренняя политика, которая будет проводиться. Конечно. Но министр очень искренне выразил то, о чем думал. Вот ему надо только руку плескать. Со всех сторон он прав. Ну, 70% этого оттока – это не казахи, русскоязычные. Ну, а чего бы им не искать мест, где им лучше? Тут строится казахская государственность. Если люди не хотят переходить на государственный язык, то, пожалуйста. Второе. Это же открытая рыночная экономика вывозного типа. Мы работаем на иностранных инвесторов. Это наднациональная, глобальная экономика. У такой наднациональной экономики есть столицы. Концентрация и не только финансов, но и науки, образования, культуры и так далее. Мы в такой экономике провинция. А что должна делать провинция? Провинция должна создавать ресурсы, которые забирает метрополия. Так всегда было. И если товарищ министр считает, что это нормально, то он абсолютно нормален в таких своих высказываниях. Понятно, что если бы власть была сосредоточена на своем собственном народе, своей стране, то понимая, что закрываться глупо, и что мы действительно есть только часть наднациональной экономики, и мы фактически являемся провинцией, вполне можно было бы сделать такую шикарную цветущую провинцию, чтобы здесь все оставались, особенно молодые и перспективные, и вкладывали бы весь свой потенциал в эту провинцию, потому что лучше, чем это, нигде ни в одной столице не найдешь. А коли скоро мы в Толи... Такие, я извиняюсь, колониально провинциальные, то пусть лучший потенциал, включая молодых, наиболее образованных, перспективных и так далее, казахов, то пусть они валят где получше, министр за это переживать не будет. Вот в том-то и дело, что уезжают в основном молодые, образованные, работоспособные люди из Казахстана. А кто тогда будет выводить страну, интересно, в тридцатку сильнейших? Кто будет платить налоги в бюджет? Кто будет обеспечивать пополнение пенсионного фонда? На счет тридцатки тоже все в порядке. Тридцатка, она определяется по довозским рейтингам. Вот. Довоз, это кто следит, знает, уже сейчас заканчивается. У него уже смысла особого нет в этом довозе. Вот. К 50-му году его точно не будет. Ни довоза, ни рейтингов. Вот. Поэтому тот, кто будет руководить Казахстаном в 50-м году, он легко насчитает нужную тридцатку. Кстати, тогда и программа отпадет, потому что ведь к тому времени, видимо, будет, по крайней мере, Ельбасы номер два, по всей видимости, если мы не будем ничего по большому счету менять. Вот. А зачем Ельбасы номер два исполнять предначертания первого президента Республики Казахстан? Он же, как лидер нации номер два, должен иметь свои установки, цели. А, коль скоро уже до 50-го года все, что называется, забито, то, значит, надо как-то мягко, а может быть даже и не мягко, покритиковать и сказать, нет, вот мы теперь будем двигаться вот туда-то и добиваться таких показателей. Поэтому с тридцаткой все будет в порядке. Это не наша проблема, кто за нее будет отчитываться. Ну, по поводу того, куда двигаться, интересное заявление сегодня сделала бы Оржан Байбек. Много коррупционных случаев пишут мне, жалуются, потом приходишь, решаешь вопрос, возвращают деньги, а заявление писать не хотят и начинается. У него же тоже дети, он же тоже человек. А потом сидят за столом и начинают хаять всех подряд. Дали взятку, не хаять, и тогда скажи спасибо, что решили вопрос. Что за двойные стандарты? Мне кажется, что двойные стандарты как раз сейчас озвучивает сам Аким. Если ты занимаешь государственную должность, если ты борешься официально с коррупцией, то у тебя не должно быть никаких других вариантов. Это первая часть, такое отступление к моему вопросу о коррупции. В Кастанае агентство по делам госслужбы и противодействию коррупции наградило двоих сотрудников дорожной патрульной службы знаками отличия за отказ от взятки. Это значит, чтобы отличиться в нашей стране, нужно всего лишь отказаться от взятки. Это получается официальное признание того факта, что у нас страна коррупционеров и отсутствие закона. Лиль, чтобы получить значок за отказ от взятки, надо зафиксировать отказ от взятки. То есть надо, точно так же, как сейчас полицейских оснащают вот этими всеми видео, автоматически работающими камерами, которые фиксируют, как они нарушителя остановили и как они с ним там переговариваются. И, соответственно, полицейским, я как по жизни автомобилист, это же хорошо знаю, вот, приходится полицейским отходить в сторону и от твоей машины, и особенно от своей машины, и разводить где-то там, вот. А тут, значит, была какая-то оперативная разработка, все было зафиксировано, что вот эти люди отказались. В смысле, они даже, наверное, и не предлагали. А что они предлагали? Там сразу протокол составить, что ли? А им говорят, нет, ты возьми взятку. А он говорит, нет, я не возьму взятку. И, видимо, он это говорил на эту самую видеофиксацию. Петр Владимирович, как это было организовано, это уже отдельный вопрос. Но сам факт того, что у нас теперь существует награда за отказ от взятки. Если вы хотите от власти, она же должна что-то делать. Эта власть вообще, на самом деле, поскольку она выстроена на достаточно старых, таких давно проверенных принципах личной вертикали. Но эти принципы должны были тоже чем-то фиксироваться. Ну, например, право младства, вот как чингизиды правили степью очень долго. Либо это должна быть какая-то корпоративная система. То есть страной, народом, государством правит некая корпорация. Ну, современные корпорации, это, скажем, Коммунистическая партия Китая. Это вот была корпорация КПСС. Сейчас такая вот немножко религиозная корпорация двувластия в Иране. Там есть корпорация улемов и светской власти. Ну, наиболее такая известная в истории, самая удачная корпорация, это Ислам, Мухаммед. Он создал корпоративную систему управления. Мощная, объединяющая всех религии и корпорации. Вот первые, по крайней мере, четыре, потому их называют праведными калифы, это корпоративный такой, корпоративный продукт. Вот. Ну и, наконец, современное достижение технология. Это распределение, распределенная власть. Значит, вот она исполнительная, законодательная, представительная, вот она центральная, вот она областная, вот она местная. И все построено на сдержках-противовесах. Там за коррупцией, по крайней мере, следят. Разные конкурирующие структуры следят. Вот. В корпорации очень важно соблюдать корпоративные правила. Если воруешь, то строго по корпоративным началам. Вот. В системе индивидуальной власти вообще не очень понятно, как соблюдать антикоррупционные правила. Потому что, ну, вообще говоря, коль скоро эта власть совмещена с бизнесом, а у нас нет же разделения, то, следовательно, власть тоже есть бизнес, и какие-то там должны быть правила. В феодальной системе не было никакой коррупции. Феодалы не воровали. Феодалы законно присваивали свою часть общественного продукта. Воровали там слуги феодалов. Всякие разные стражники и сборщики налогов. А феодалы никакие не коррупционеры. У нас рыночная, но феодальная система. Поэтому выстраивать некую логичную систему борьбы с коррупцией сейчас у нас очень трудно. Почти невозможно. Потому что у нас не чистая феодалия, но и не чистая распределенная власть. У нас некая комбинация, которую коррупция скрепляет. Скрепляет. Включая там значки за то, что ты в данной ситуации под видеокамеру отказался от взятки. И ничего ты с этим не поделаешь, если не будешь менять эту систему. И получается, что быть честным госслужащим в наше время это нечто из ряда вон выходящее. Да нет, я думаю, что как раз большая часть госслужащих, они как раз честные. Потому что вообще представление о том, что на госслужбе можно воровать, только туда попадись и сразу начнешь воровать, это неверное представление. Значит, очень мало людей причастны к финансовым потокам и могут реально пилить бюджет. Их очень мало. В основном люди ходят за достаточно небольшие деньги и тянут эту достаточно сложную чиновную работу. То есть, на самом деле, значки надо давать большей части госслужащих за то, что они добросовестно работают. А как предотвратить пиление бюджета в тех местах, где оно происходит? В этой системе только ужесточением какой-то диктатуры, либо персональной, либо корпоративной. Вот как товарищ Сталин. Он же правил страной через то, что он правил своей корпорацией под названием партия большевиков. Причем безжалостно. Он со страной обращался достаточно безжалостно, бесцеремонно, но зато и имел выдающиеся результаты от этого. А прежде всего он безжалостно и бесцеремонно обращался со своей корпорацией. Там попробуй укради, когда такой диктатор. То есть тут выбирать не приходится. Если не идти в сторону вот такой диктатуры, а она уже в современных условиях просто невозможна, то надо переходить к институализации власти. Пока никаких намеков нет. И съезд партии, кстати, нам, по всей видимости, ничего здесь не повещает. То есть мы находимся с вами в режиме затянувшегося ожидания. Вообще, если говорить о системе, нужно упомянуть и народ. В соцсетях активно распространяется манифест народа Республики Казахстан. Но вообще, что такое манифест? По определению это или обращение главы государства к народу, или это программный документ какой-то партии или группы людей. В нашем случае нет у нас подписи манифест определенной партии или манифест определенной группы людей народа Казахстана. По вашему мнению, содержание соответствует ли такому громкому заявлению? И на что рассчитано название? Манифест народа Казахстана. Я внимательно прочитал этот документ. Он мне показался чрезвычайно таким знаменательным для нашей ситуации. Это некий противоход. То есть вот у власти есть конституция, а мы выдвигаем, мы, народ Казахстана, выдвигаем манифест. И в смысле противохода он составлен очень грамотно. Значит, там все технологии привлечения симпатий использованы по очень классической такой методичке. Там любой, недовольный властью или недовольный своей жизнью, а таких сейчас в Казахстане большинство, найдет то, за что он с удовольствием проголосует. Там обещано и рабочим, и крестьянам, и предпринимателям, малым, средним, большим, правда, ничего не сказано. Там и женщинам, там и семьям, там всем обещано много всего. А где взять для того, чтобы это все удовлетворить? Тут это самая интересная часть манифеста. Он здесь самый такой высококлассный, абсолютно демагогический и полностью бессовестный. То есть там, с одной стороны, убрать государство из экономики, полная свобода рынка, предприниматели сами все решат. То есть такой супер-пупер либерализм. С другой стороны, значит, контроль над природными... Возвращение народу всех природных богатств. Заметьте, не изгнание иностранных инвесторов, а установление над ними контроля, контроля, народного контроля, прозрачности. То есть стопроцентная такая левацкая демагогия. Понятно, что как программа действий, это абсолютно нереально. Высокие профессионалы писали и нисколько не смущались тем, что как программа действий, это никуда не годится. А как программа противопоставления, вот она, бестолковая, беспомощная, не способная реагировать на наружные нужды власти. И вот она, наша замечательная программа «Манифест». Сделана совершенно классно. Висит, я его там, во всяком случае, нашел, на сайте защиты правозащитников. Ну, отсюда уже сразу тоже виден, откуда пришло. Причем так, расчет на то, что мы можем устроить здесь Майдан и укранизацию Казахстана, он нереален. И, видимо, авторы манифеста это тоже понимают. Значит, опрокинуть власть с помощью вот такого рода документов не получится. А что может получиться? Ну, дальнейший такой раскол, как говорится, населения и власти. Ставка на дестабилизацию. Ну, кому нужна дестабилизация? Есть и такие силы, которые бы очень даже не отказались от того, чтобы в Казахстане началась эта самая дестабилизация. То есть, вот этот манифест, он очень важен не тем, что за ним что-то есть и будут какие-то последствия. Ничего нет, это пустышка. Вот. Но она появилась тоже, как говорится, неспроста в это наше сложное время. Получается, что большинство предложенных идей – это популизм? Да. Даже не популизм, а рассказ про рай на земле. И этим дадим, и тем дадим, и тем дадим. А где деньги возьмем? А вот у тех, у кого сейчас природные ресурсы. Но я повторюсь, что инициативная группа подписывается, выступает от лица народа Казахстана и рассчитывает на большое количество подписантов этого документа. Но этот документ, скорее всего, если нельзя объяснить пока его происхождение и истинные цели, то, наверное, можно объяснить, почему именно сейчас. Если обратить внимание на то, что в документе указаны предложения по изменению требований к кандидату в президенты. А какая такая инициативная группа? Там, где я его читал, там как раз подчеркнутое, никаких авторов нет. То есть текст высококлассный. Даже, я бы так сказал, немножко в переводе с английского. Там даже нумерация такая, вот как принято, не в наших, скажем так, документах в латинском алфавете. Хотя, может быть, кто-то из наших, из местных писал. Но очень классно написано с точки зрения вот такой высокой профессиональной демагогии и сознательного охмурения, что называется, читателей. А никаких авторов там нет. И я думаю, что никто на полном серьезе не встанет и не скажет, вот мы написали. Я думаю, это так и останется анонимным, потому что это не наш продукт, это импортный продукт. Даже если исполнителем этого продукта является кто-то из местных. Спасибо вам за интервью. До свидания.